Продолжение следует... ...два очень известных психологов-практиков и педагогов. В прошлом Александр Иванович, он и мастер спорта по боксу, потом стал психологом и имеет... Он тренером работал? Да, тренером, да. Работал он более чем с 12 олимпийскими командами, как практический психолог. Сейчас он в обеспечении психологической подготовки спортсменов к самым разным соревнованиям, в том числе олимпийских игр в разных видах спорта. Поэтому мы его попросили, чтобы он сегодня показал и даже провел мастер-классы современные, новые, вернее, инновационные технологии тестирования психологического состояния спортсменов и коррекции. А самое главное, есть методика, которая позволяет выявить скрытые резервы человека, его потенциал, ресурс и факторы, которые мешают ему реализовать себя непосредственно в деятельности, о которых он сам не знает, и тренер не сможет знать, и обычный психолог не сможет на эти вопросы ответить. Поэтому я дальше не буду продолжать. Единственное, я сейчас предоставлю слово Александру Ивановичу Балыкину. Вас попрошу очень активно участвовать в обсуждении всего того, что вы услышите. Для нас это очень важно. И оцените с вашей точки зрения, насколько это вам будет интересно и все остальное. Спасибо. Пожалуйста, Александр Иванович. Я работаю вместе с моей супругой, Тамарой Викторовной Балыкиной. Мы действительно работали с 2004 года в разных федерациях, но это уже больше 12, чем в сборных командах. Это больше уже, чем 400 спортсменов. Сейчас я вам все буду показывать. Если по ходу будут какие-то вопросы возникать, вы задавайте. Работа спортивного психолога начинается с изучения того вида спорта, в котором психолог хочет работать. Это очень важно. То есть, когда мы приходим в какую-либо команду, мы, по сути, если мы были в сборной гребли на Бадархе и Каной, главный тренер нас учил грести. То есть, мы должны это попробовать. Если Тамара Викторовна, когда начинала работать со сборной по боксу, то я ей показывал виды ударов в боксе. Что такое прямой, боковой, нижний, как передвигается, что такое вообще бокс, как ведется поединок. Если специалист, психолог не поймет сути вида спорта, то как он может тогда помочь и тренеру, и спортсмену. Поэтому психолог изучает суть самого вида спорта. Это наша фотография с теми людьми, спортсменами, тренерским составом, которые нас ценят, и мы их тоже ценим. Здесь будет такая схема организационная. Обычно, когда мы начинаем работать с федерациями, мы с руководством эту схему обсуждаем. Мы говорим о том, что медали, как таковые, вот они, видите, туда стрелочки идут, это конечный результат деятельности всей системы. И вот эта система, она должна существовать, и она должна работать. И у нас есть три потока, которые создают эти медали. Первое, это создание условий, и вот посмотрите, это отдел управления этим занимается. Дальше, это создание спортсмена, это отдел производства продукта занимается. И отдел коммуникации, то есть этим это информация. Вот без этих трех составных получить медали, ну, это очень сложно. Поэтому аппарат президента должен работать и создавать эту структуру. Психологическое обучение спортсменов обычно состоит из трех этапов. Это лекции, семинары и тренинги. Ну, здесь на фотографиях видны некоторые сборные, с которыми мы работали. Психологическая диагностика спортсменов, это индивидуальная и групповая. Мы сейчас подробно рассмотрим, как это происходит. Вот когда мы говорим с вами о психике, либо о психологии, науке, изучающей психику, психические процессы, вопрос всегда возникает в том, что, а где эта психика? А вообще существует ли память? Вот я на этом рисунке отобразил память. Видите, там есть памяти и образы. А еще есть личность. И личность мыслит, она создает некие идеи и мысли, установки. Если у спортсмена не будут установки, я хочу стать олимпийским чемпионом, либо чемпионом мира, Европы, то навряд ли он что-то достигнет. Если у спортсмена в его памяти не будут правильные образы деятельности, его вида спорта, навряд ли это что-то тоже получится. Если в его мозге не будут сформированы устойчивые нейронные связи по выполнению его деятельности, опять навряд ли что-то получится. Вот мы можем при помощи нашего оборудования проверять, как работает у спортсмена, ну, можно сказать, мозг, а можно сказать, нервная система, можно говорить, нейронные сети. То есть, по сути, мы говорим человеку, спортсмену какие-то слова, либо он что-то говорит, либо он вспоминает что-то, его мозг активируется, и мы на приборе видим, какая реакция. То есть, мы можем определить, если спортсмен перечисляет какие-то упражнения, мы можем сказать, что данное упражнение у него вытесняется им, либо оно для него болезненно, и на самом деле он его не хочет выполнять. Ну, подробнее об оборудовании я тоже расскажу. Первое, что мы всегда делаем, это психологическую диагностику. То есть, по сути, когда мы с вами приходим в какое-либо медицинское учреждение, первое, что врач делает, это осмотр. Потому что без осмотра непонятно, что лечить. Так и здесь тоже. То есть, мы берем спортсмена, даем ему в руку вот такой электрод-приборчик. У нас, кстати, очень многие спортсмены, с которыми мы работаем, они вот такой прибор возят с собой по всему миру, куда бы они ни ездили. Чем он удобен? Тем, что его подключить можно легко к компьютеру. Спортсмен берет в руку этот электрод. Я выхожу по интернету через скайп и вижу, что у него на мониторе отображается. Я могу проводить ему и диагностику, и коррекцию. То есть, человек держит этот электрод. Мы ему задаем вопросы. Мы его спрашиваем про соревновательную деятельность, про тренировочную деятельность. И мы получаем на приборе показания, по которым можем точно сказать, этот спортсмен будет выполнять то или иное действие, либо не будет. Будут у него сложности с этими действиями, либо не будут. Дальше я покажу, как это все происходит. То есть, по результатам диагностики мы делаем карту ресурса и делаем сводную карту. Это как отчет общий по всей группе. В частности, один из примеров. Чем чернее участок, тем больше у него психика отрицает что-то. Значит, здесь у него очень большая эмоциональная напряженность. То есть, по сути, там, где много черного, там большая проблема. Значит, там спортсмен будет применять больше усилий, прикладывать для того, чтобы выполнить то или иное действие. Но если мы посмотрим ресурс в тренировочном соревновательном цикле, у нас соревнования с вами больше всего серые. Подъем, зарядка. То есть, не хотят вставать, не хотят зарядку делать, прикладывают усилия для этого. Ну и первая утренняя тренировка. И вечерняя там у вечернего. То есть, по таким таблицам можно определять, как продиагностированная группа реагирует на тот или иной фактор какой-то. Делается заключение, общие выводы, рекомендации. Вот это больше относится уже к индивидуальной карте самого спортсмена. У нас с вами по окружности, вы видите, там красная линия. Это показания на приборе. Это то, что дает реакцию мозг, его нервная система. А синяя линия – это то, что спортсмен сам оценивает. То есть, какую он дает оценку. Если у нас с вами идет расхождение между синей и красной линией, значит, либо спортсмен хочет видеть на самом деле все лучше, чем есть. Либо спортсмен не осознает, что в этой области у него есть проблемы. Ну, в частности, боксер говорит, что он на лапах любит работать. А мы видим с вами там красная точка в серой зоне. Вот эта вот точечка красненькая. То есть, у него, по сути, здесь есть несколько точек. Это разминка не очень хорошо, на лапах плоховато. Будущие соревнования, хоть он и оценивает, что я готов к ним, мы можем сказать, что он не готов. Уже сам бокс по себе вызывает негативные эмоциональные реакции. То есть, по сути, человек уже не хочет тренироваться. Хотя, вот если посмотреть, он везде здесь говорит, что да, 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 у меня все хорошо. То есть, по карте ресурса можно определить, где реально у спортсмена есть проблемы. Если мы говорим про отбор, здесь мы можем продиагностировать юного спортсмена и сказать, насколько у него реально есть склонность к той или иной деятельности. Ну, вот один еще из примеров, это проверка спортсмена. Олимпийская сбора по боксу была, и мы проверяли на готовность к встрече с соперниками. Это реальный спортсмен. Вот мы его спрашивали, с кем ты будешь встречаться в бою? Вот он называл Украина, усик. Спрашиваем его личную оценку. Как ты считаешь, этот спортсмен, насколько он сильный, насколько он опасен для тебя? Он отвечает, да, ничего сложного нет, я с ним там порву его, я с ним справлюсь. На самом деле, мы фиксируем здесь очень большую эмоциональную напряженность. Когда мы продиагностировали этого спортсмена, мы проводили диагностику всей сборной, ну, где-то за полтора-два месяца, и мы, по сути, расписали, кто от кого проиграет и в какой последовательности. И у нас где-то процентов 90 совпало. То есть, вот этот спортсмен, мы говорили, что, ну, в лучшем случае он выиграет один бой, и это в лучшем случае. Ну, так и получилось. Он один бой выиграл, и все остальное проиграл. Тот, на кого тренерский состав делал ставку, он проиграл именно от того соперника, на котором была вот эта вот черная зона. Ну, здесь можно сказать следующее. Если у вас в мозге что-то прописано, то мозг будет реагировать определенным образом. Это как в компьютере. Если в компьютере есть какая-то программа, и она включается, то компьютер будет себя вести, соответственно, исходя из этой программы. Поэтому так и то, что я вам показываю. Мозг реагирует. Значит, человек будет принимать те или иные решения, которые у него в мозге. Это карта ресурсных состояний. Ну, полная такая карта, которую мы делаем на примере хоккеиста. Мы просматриваем первое. Это психосоматику. То есть, первый пункт, когда спортсмен получает какие-либо травмы во время либо соревновательной деятельности, либо тренировочной, эта травма, она у него прописывается также в мозге, в нейросетях. Ну, как пример, допустим, у нас вот из бокса парень жалуется. Почему-то удар правой прямой стал не такой сильный, не такой быстрый. Ну, вообще, как-то я редко бью правой прямой. Почему вопрос? Начали разбираться. Когда его попросили рассказывать и больше внимания на правую руку уделять, вот на приборе были показания, и мы по ним вышли на случай, то есть, он вспомнил, когда он там полтора года назад где-то этой рукой ударил, вывихнул сустав, соответственно, там прописалось, что боль в правой руке, бить правой рукой опасно, и теперь каждый раз, когда он пытается ударить правой, а ему мозг сигнализирует, осторожно, осторожно, мы уже в прошлый раз повредили руку, поэтому сейчас нужно осторожно. И поэтому он и меньше бьет правой рукой. Но когда мы вот эти проблемы выявляем, их нужно как-то устранять, правильно? Дальше я расскажу про коррекцию. Следующий, вот тут второй пункт, это межличностные отношения с игроками. Ну, это у нас командный вид спорта, поэтому мы смотрим, как этот игрок относится, его отношение к игрокам. Синяя линия, видите, вот верхняя, вот она у нас. То есть, практически он говорит, что со всеми все хорошо. А мы можем сказать, что есть несколько игроков, вот они, раз, два, три, с которыми не все очень хорошо. То есть, когда он выходит на площадку, на лед, у него вот именно с этими игроками, где красные точки внизу, у него будет проблема. То есть, меньше будут передавать, будут проблемы, сложности. Так, это я уже показывал, это тренировочный ресурс в тренировочной сфере. Здесь мы определяли у хоккеистов угол обзора. То есть, насколько хоккеист видит слева, справа, сверху, снизу. Ну, в данном случае, этот хоккеист, у него сложности были с восприятием все, что справа происходит. Когда мы ему проводили коррекцию, то есть, находили причину этого, оказалось, что в детстве, когда он учил уроки, учился он слуха, отец подходил и вставал с правой стороны и его там, значит, лечил. И, соответственно, у него где-то на бессознательном уровне нежелание все, что происходит справа. То есть, не слышать отца, как бы не видеть отца. А, как следствие, он все больше смещает внимание на левую сторону, да, а справа не видит. Ну, а, соответственно, когда он играет, сейчас я покажу следующую картинку, там, где мы проверяли площадку. Вот, посмотрите, здесь правая сторона площадки, она у него перекрыта. То есть, он ее не видит просто, не видит тех игроков, не видит этой области, а также ворота. То есть, все, что правая часть, он туда не забивает. Он забивает только в левую, в верхнюю, либо в нижнюю, а вправо никогда не попадает. А почему? А у него психика, подсознание блокирует правую часть. То есть, все, что правая, это опасно. Вправо мы не смотрим. В результате, когда мы проводим диагностику, мы делаем заключения, выводы и рекомендации на каждого отдельного спортсмена. Также проводим аналитическую работу, то есть, непосредственно присутствуем во время тренировочного процесса, наблюдаем за спортсменами, подсказываем тренеру, как его тренировать лучше. Вот у нас недавно была работа с клубом, мы провели диагностику спортсменов, оказалось, что они у нас разделились на три группы. Одна из групп, первая, это спортсменам, которым нужно было все очень разжевывать, показывать все до мелочей, и желательно их хвалить еще. Вторая группа была, это просто им показал, они делают. Третья группа, те, кто, им только говорить нужно и направлять. А если вы будете их обучать, разжевывать, им становится неинтересно, вот они начинают лениться, что-то у них какие-то реакции не те. Поэтому очень важно, чтобы специалист-психолог наблюдал сам непосредственный процесс тренировки, и это дает возможность давать потом рекомендации. Вот подходим к психологической консультации. Ну, это наши спортсмены, с которыми мы работали непосредственно. Как я уже говорил, мозг записывает ту информацию, которая происходит вовне. И если эта информация, либо что-то со спортсменом происходит болезненное, ну, организм стремится к выживанию. Соответственно, если спортсмен получил травму, как будет мозг реагировать? Мозг реагирует избеганием этой области. Чем больше травм, тем больше желания избежать. А если есть желание тренироваться, есть желание зарабатывать, получать какой-то результат, а мозг постоянно сигнализирует, нам это уже не надо, мы уже тут натерпелись, давай отсюда уходим. А личность говорит, я хочу получить такой-то результат, я хочу достичь, у нас получается проблема. Тело не хочет, личность давай. Идет принуждение. То есть мне теперь нужно себя принудить, заставить пойти на тренировку, мне нужно себя заставить начать тренироваться. Как следствие, это дополнительные усилия, как следствие, это лишняя трата энергии, как следствие, в общем, ничего хорошего тут не получается. Поэтому мы можем на диагностике проводить диагностику, выявлять вот те болезненные моменты, которые были в прошлом у спортсмена, и которые приводят к тому, что спортсмен сейчас становится менее работоспособен как на тренировке, так и на соревнованиях. Это то, что я уже говорил вам о приборе вот этом, об этой баночке, когда мы можем дистанционно, не важно, где будет спортсмен, мы можем его продиагностировать и провести ему коррекцию. Ну, вот один из примеров, как работает коррекция и какие можно получать результаты. То есть мы взяли прибор, измерили несколько показаний физиологических, это мы проводили в сборной по боксу, доктор после замера сказал, что сейчас анаэробную нагрузку этому спортсмену давать нельзя. Мы провели спортсмену этому ну, где-то минут 40 коррекции психологической. После чего доктор опять сделал замеры, и вот у нас такая таблица. То есть у нас улучшения результатов получились от 17 до 51%. Это физиологические результаты. То есть, по сути, за 45 минут без применения каких-либо дополнительных там химических элементов мы подняли путем психологической коррекции от 17 до 51% его физиологические показатели спортсмена. Теперь представьте соревнования, где каждые 5% это уже на вес золота. Пожалуйста, 17% за полчаса. Минимум. Делаются сводные карты ресурсов, по которым можно определять улучшения после проведения там мероприятий либо коррекционных, либо тренинговых. Ну, в частности, здесь на боксере примера видно, что красные зоны у него те, которые были вот здесь вот в серой области, они вот поднялись сюда в белую область. А, соответственно, на тренировке он уже будет лучше выполнять задания тренера. Также проводятся и лекции для спортсменов, потому что одной лишь только диагностикой и коррекцией невозможно достичь нужных результатов, потому что спортсменов нужно обучать. Обучать, как управлять своим вниманием, обучать, как управлять своими эмоциями, обучать, как манипулировать соперниками. То есть, все это только во время лекций либо каких-либо мастер-классов, либо тренингов. Также ведется и работа с тренерским составом. Это у нас на гребле. Вот на гребле тренер настолько проникся важностью психологической работы, что тренерский состав у нас каждый день с 9 часов вечера до 10, то есть 1 час в день все проходили обучение. То есть, это были такие мастер-классы, тренинги. На час приходят, провели занятия, ушли. А с тренером сборной команды мы в день работали по 3-4 часа. Индивидуальная работа с тренером, это так же, как с спортсменом. Потому что тренер и спортсмен это одно единое целое. Часто бывает такое, что тренер волнуется, спортсмен это считывает и начинает тоже волноваться. Вопрос, почему тренер волнуется? А почему бы это не убрать? Почему невозможно сделать так, чтобы тренер был спокоен? То есть, можем провести диагностику, найти у него причину волнения и это устранить. Проводим также разработку всевозможных методических материалов, которые необходимы именно для данного вида спорта. Ну, это вот здесь показано несколько примеров. Очень часто для спортсменов мы просто через юмор на них воздействуем. То есть, иногда не нужно их лечить много, какую-то интересную такую смешную картинку повесить там, где они проходят. И это уже достаточно, чтобы настроение поднимать. Это мы приглашали на фильм. У нас вот в кассе сидит главный тренер, а всем в кино это старшие тренера, медик команды. Ну, весело. Проходят на завтрак, посмотрели, поулыбались. Здесь мы разрабатывали для них такой вот тоже юмор. Якобы это газета «Советский спорт». Вышла она, такой вот номер свежий, и мы вывесили, здесь был такой сюжет в этой газете, когда шейх Эмиратов якобы подарил одному из наших спортсменов автомобиль, сделанный из цельного куска золота. Ну, спортсмены настолько поверили, что некоторые приходили и поздравляли Бетербиева с тем, что «Слушай, как тебе повезло тебе, шейх Эмиратов машину золотую подарил». Ну, такие не наивные. Зато настроение у всех хорошее. Вот такие коллажи делали смешные. Я не забуду момент, когда мы перед отъездом в сборную на Олимпиаду мы им показали видеофильмы, тоже смонтировали специально такие юморные фильмы. И вот тренерский состав человек там 20, наверное. И когда мы начали эти фильмы показывать, они так смеялись, что спортсмены сбежались, не понимали, что происходит. То есть это было настолько смешно. Я им потом эти фильмы, когда они на Олимпиаду поехали, я им отдал и говорю, вы каждый день смотрите по новому фильму, чтобы у вас настроение подымалось. В конце своей работы мы обычно делаем отчет и помогаем также тренеру делать отчет, чтобы он мог предоставить руководству свою работу в таком виде, чтобы она была наглядно и интересно смотрелась. Здесь в конце моего доклада этапы психологического сопровождения. Первый это знакомство с тренером изучения сути вида спорта. Второе подписание юридических договоров. Третье исполнение. Четвертое это вся деятельность спортивного психолога в обязательном порядке документируется. Пятое окончание работы по договору. И шестое полученный опыт обобщается о научных статьях и докладах. У нас очень много статей в Аковских журналах. в Иргувске у нас утверждена программа по развитию творческого потенциала тренера высокой квалификации. Нас снимают на телевидении программу делают. Ну а это отзывы о нашей деятельности от спортсменов и тренеров. Вот такая вот у меня презентация и некоторые моменты, которые важны для тренерского состава, часто повторяющиеся. Это я как психологические советы сейчас буду вам давать, Дорогирыч. Очень часто возникает такая ситуация, когда тренер начинает мотивировать либо подгонять спортсмена и вот это слово победа использовать. что такое использовать слово победа? Это что-то конкретное либо что-то абстрактное? Это абстрактное. Что такое победить? Для боксеров что такое победить в боксе? И начинаем мы отматывать это с результата я стою на пьедестале. Вот я стою на пьедестале, а перед этим что было? А перед этим меня объявили победителем. А кто объявил? Судья. А перед этим что было? А перед этим мне подняли руку на ринге. Хорошо. А подняли руку за что? Что было перед этим? А перед этим у меня на мониторе был счет. Ну, допустим, там 12-8 в мою пользу. А перед этим что было? А перед этим я попадал своему сопернику, там, в челюсть, допустим, она в голову. То есть я наносил точные удары. Так за что мне дали победу? За нанесение точных ударов. А мы с вами на что смещаем внимание? На слово победа. А если я выхожу и начинаю думать о победе, но не думаю на нанесение точных ударов, то что я буду делать на ринге? То есть во время состязаний я должен думать о чем-то конкретном, что приносит мне очки. То есть попадать. Поэтому ориентировать спортсмена на победу нежелательно. Лучше ориентировать его на те действия, которые приводят к получению очков. Дальше еще один момент, который тоже очень важный. Это использование так называемого представь, что ты уже на педестале. Ну бывает такое, да? А ты представь, что ты уже победил. Смотрим. Вот это представь, что ты победил. Ведь мозг каким образом работает? Если вы там в мозге представите, что вы уже победили, то для мозга это вы уже победили. А теперь нужно идти и что-то делать. А мозг говорит, а зачем? У меня уже там есть картинка, что я победил. Зачем мне что-то делать? В итоге он себе это напредставлял, что он победил, уже стоит на педестале. А мозг потом отказывается выполнять действия. Потому что в мозге уже есть картинка, что он победил. Поэтому ориентировать на то, что представь, что ты победил, неверно. И может быть для кого-то это верно. Опять же нужно провести диагностику, посмотреть. Потому что некоторые тренеры говорят, да я на него как крикну, да, и он все делает. А на некоторых может нельзя кричать. Кого-то может погладить надо, а как это определить? Опять же, если вы даете человеку, в данном случае мы даем электрод. И говорим, а ну-ка расскажи, как ты, тренировочный процесс проходит. Тренер говорит, кричит на меня, а мы смотрим на показания. А у него мозг реагирует позитивно, то есть на него, значит, надо кричать. На другого, когда диагностируем другого, а у него мозг, наоборот, реагирует отрицательно. Значит, не надо на него кричать. То есть нужно избирательно подходить к каждому отдельному спортсмену. Иначе, если под одну гребенку грести, ну, все же разные люди. Дорогий Рыжев, вопрос есть какие-то у вас? Дорогий Рыжев, давайте, чтобы у нас действительно проходило полезно, все это, эта встреча. Задавайте вопросы, которые вас волнуют. Что-то, если вам непонятно, если что-то вы хотите сказать противоположное. Пожалуйста. Ну, вопрос, а сколько времени нужно затратить на диагностику и за какой период прессоревновательный и соревновательный можно получить результаты? Срок диагностики. От 5 минут до 2 часов. 5 минут, это приблизительно, ну, там, 3-5 минут. Это очень простые несколько вопросов. Вот у нас была такая ситуация, тренер говорит, спортсмены идут на утреннюю тренировку, можете проверить, какой у них настрой? Ну, без проблем. Проходит спортсмен, взял электрод, мы его спрашиваем, ты куда идешь? Вот туда. А что ты будешь там делать? Вот это. Хорошо. Следующий. То есть, сколько там времени? Ну, 3 минуты, допустим, на одного, там, 2 минуты. То есть, мы получаем уже результат. Готовность этого спортсмена выполнять то или иное действие. Если мы говорим о серьезной диагностике, то это приблизительно 2 часа, и здесь мы получаем полный срез по 4 основным его сферам. Это, вот, я говорил, психосоматика, тренировочная, соревновательная деятельность, межличностные взаимоотношения. Если говорить о том, за сколько времени нужно начать со спортсменом работать, чтобы был результат, то здесь, ну, по-хорошему, где-то полгода. Если что-то нужно, вот, быстро, ну, как пример расскажу. Быстро у нас было приблизительно так. В кикбоксинге тренер, опять же, быстро ехали на чемпионат Европы. Мы, спортсмен, ну, по словам тренера, перспективный, но почему-то, ну, второе-третье место, второе-третье какое-то такое, да, вот, хотя перспективный парень. Мы начали проводить диагностику, нашли у него фразы, которые, ну, как бы ситуацию жизненную, которые мы потом использовали для мотивирования. Каким образом? Уже где-то нам, когда он к финалу подходил, тренер во время боя во втором раунде, он просто показал на соперника и сказал фразу, представь себе, что он твою маму обидел. То есть, мы нашли фразу, которая мотивирует спортсмена на то, чтобы он весь свой ресурс выплеснул в нужный момент времени. Поэтому, вот, сколько здесь у нас потребовалось времени? Ну, где-то часа два, чтобы найти такую фразу у него в подсознании. Вот, ну, вроде бы как быстро. Но если по-серьезному, то где-то полгода. Я дал ответ. То есть, получается, вы работаете на системе НЛП в основном? Нет. Здесь... Это не в основном, да, потому что мы используем разные техники, но не только НЛП. Пожалуйста, следующий вопрос, да? Пожалуйста. Расскажите, пожалуйста, спортсмен, допустим, хочет уйти. У вас есть какие-то методики, мотивации, чтобы спортсмен остался? Если жена хочет уйти, то есть у вас методики, чтобы она осталась, да? Ну, не знаю, больше ей платите денег, любите больше, я не знаю, да? А? Это не уход от ответа, точно так же и со спортсменом. Есть ли методики, чтобы он остался? Да если он захочет уйти, понимаете, вы его ничем не остановите. Другое дело, мы можем провести диагностику, узнать, но очень часто бывает такое, что тренер не хочет меняться, понимаете? Вот в чем проблема. К нам приводят детей, там, 7-летних девочек, которые занимаются художественной гимнастикой. И мы говорим маме, мама, вам надо изменить свое отношение. Мама говорит, а зачем? Давайте мы девочку изменим, давайте мы дочку заставим. Вот когда вопрос, а можем ли мы оставить спортсмена, который хочет уйти? Ну, наверное, можем. Но тогда придется и тренеру меняться, а тренер готов? Тренер всегда готов. Ну, хорошо, значит спортсмен останется. Пожалуйста. Скажите, пожалуйста, а эффект от коррекции сколько держится? На протяжении всего спортивного дня дальше или периодически к этому обращаться? Чем больше у спортсмена эмоциональных и физических травм, тем чаще ему нужно делать коррекцию. Ну, если мы берем бокс. В центре ринга получил нокдаун, он же в центр ринга не встает. Для него центр ринга это опасно. Соответственно, мы провели коррекцию ему, он опять стал в центре ринга. Получил опять нокдаун в центре ринга, что? Опять нужно коррекцию делать. То есть, если спорт травмоопасен, надо часто коррекцию делать. Ну, я не знаю, какой спорт не травмоопасен. Шахматы, что ли? И то там нервное напряжение. Ну, там вообще, да, одна психология. Поэтому, по большому счету, когда мы ведем спортсменов, а у нас есть спортсмены из сборных команд, которые мы ведем уже на протяжении некоторых 3-5 лет. 3-5 лет, и они периодически, ну, раз в неделю, они проходят коррекцию. Ну, это как тренировка. То есть, невозможно. А можно ли один раз потренироваться и стать чемпионом мира? Ну, нет, нельзя. Так же у психологии тоже. А можно один раз пройти психологическую коррекцию и больше к психологу не ходить? Нет, нельзя так. Психолог – это член команды. Скажите, а вы работаете вот со сборными командами или с обычными людьми, с группами НПР, тренировочный этап, с любыми детьми, если брать детей? Или это как-то вот, вы только там к олимпийским играм готовите, или к Европе, к миру, или на более раннем? Есть время у вас, например, или если кто-то может другим заниматься, аппаратный, проводить диагностику других людей. То есть, пасмиров там много, а психологов, я думаю, что не так много. Значит, мы работаем со всеми, кто готов вкладывать в это какие-то финансовые средства. Понятно, да? Конечно, да. Поэтому, когда к нам приводят просто девочку, которая никто и звать ее никак, называется, в спорте, да, и родители ее вкладывают, мы работаем с ней. Когда к нам приходит тренер и говорит, я могу только, у нас тут есть, там, тренер говорит, я могу только заплатить вам вот такую-то сумму, ну, не могу я больше, да, из своего кармана плачу. Можете помочь там подготовить спортсмена? Мы говорим, хорошо, давай. Первое – это заинтересованность. Второе – это, ну, должен быть какое-то, да, стимулирование нас к жизни. Ну, это естественно. То есть, это организации нужно, например, согласовать с вами, ну, заканчить договор, чтобы команда и выработать. Да, 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 да. Через договора можно, можно, как угодно, да. То есть, здесь главное, чтобы было заинтересованность руководства, либо тренера. У нас есть спортсмены ВИП, ВИП-консультирование, которые осознают, они из своего кармана платья. Которые один раз прошли, они понимают, что это помогает? Ну, не только помогает, они, они перенимают у нас технологию, сами с собой занимаются. И тренер на этапах совершенствования не всегда, он дает задания. Все так, мы даем задания, встречаемся раз в месяц. Ну, конечно, тренер не всегда может уследить за всеми, а спортсмены, которые высокого уровня, понятно. А вот эти приборы, они продаются еще? Да. А вы на сайт вот на нашем выйдете, да? Отходите методику. Совершенно верно, да. Вы даете программу, да, да, и программу, чтобы в компьютере было подшопки, чтобы включить вот эти приборы. У нас первое, это есть сама, это называется железка, так, есть программа. Программа. Да, и третье, что очень важно, да, это обучение. Потому что вам не просто нужно нажать кнопочку, чтобы она включилась, да, ведь она же сама не будет ничего делать. То есть, условно, это градусник. Обучение. Да, но как интерпретировать показания температуры, вот этому мы обучаем. Можно я еще как пример, да, вот отвечу, вот задавали вопрос, как сделать так, чтобы спортсмен не ушел, да. У нас вот буквально недавно... Я немножко не так спросил, я говорю, какие методики, какие у вас есть, чтобы спортсмен не уходил? У нас методики, вот вы понимаете, когда мы провели диагностику, я в сборной одной доктору принес на два листа расписанные информации об одном спортсмене. Доктор не знал его. Я ему привез, он почитал, он фамилию назвал, говорит, вот этот, я говорю, да. Мы понимаем, что у него в семье, да, как у него взаимоотношения вот так, какие у него реальные цели даже. Когда ведь мы на спортсменах спрашиваем, с какой целью ты тренируешься? Они же все отвечают, что? Ставь чемпионом, да, и так далее. Ну, в основном сборных так, понимаете, потому что сборных больше никто. Сборных так отвечают. Ты так научили. А мне это правда. А вот теперь, сейчас, вот очень интересный момент, да. А когда он отвечает, вот когда его так научили, а мы-то видим здесь на приборе, что это не его цель. И тогда, чтобы найти его цель настоящую, я просто говорю, перечисли мне, вот ради чего вообще спортсмены тренируются. Ну, просто так вот, да, что в голову придет, ты же своих-то пацанов знаешь. И он начинает говорить, да, там, ну, допустим, там, чтобы девчонки любили, там, ну, денег заработать, вот, чтобы тебя признали. А ведь мозг его даст, у меня здесь на приборе, то, что реально у него в голове. Он говорит, чтобы признали тебя. А я вижу, это и есть его цель, чтобы его признали. Соответственно, когда мы знаем цель настоящую, да, мы можем подобрать, как его мотивировать. Правильные фразы, которые бы его стимулировали к тому, чтобы он в нужное время выкладывался, как нам надо. Можно я добавлю, потому что здесь есть один нюанс. Потому что если психолог эту фразу найдет, например, чек, нужно ему признание, а какой-то методист, либо руководитель, например, организации недооценит, да, типа, вы как специалист говорите, ему надо признание, а кто-то говорит, сейчас. И вы когда действительно потеряете спортсмена, поэтому иногда психологу не нужно говорить настоящую цель. Пусть лучше никто не знает, что он хочет признать, потому что иначе пройдет противорец. Особенно вот в юношеских сборках. Кто-то может подряд что-то сделать. Ну, конечно. Ну, и либо, а что-то мы ему будем организовывать тут специальное признание в юношеский вон. Он что у нас, член сборной, что ли? Это все, что он не подряд. Ну, до этого, китап совершенства, они же должны дойти. Ну, а у некоторых спортсменов, допустим, есть такое, это на бессознательном уровне, он тренера видит как отца, а от отца он не получал внимания, ласки, да, он хочет, чтобы тренер подошел и обнял его, чтобы он его погладил по головке, условно. Вы не имеете в виду, попробовать. Понятно. Так вот, вот тут мы начинаем сталкиваться вот с этим моментом. Вы не имеете права это делать, но у него там в голове, да, это есть потребность. Теперь как его открыть, этого спортсмена? А вы не имеете в виду. Ну, вот видите, вот и начинаем. Кто хочет попробовать. Зам, можно сейчас попробовать? Что у него в голове? А может, мы сейчас не смотришь, что он должен был. Честно. Ну, это не очень хороший, чтобы он не понимал. Это сознательно. Садитесь в свободе, да. Пожалуйста. Только не все, ребята, а то... Берите. Все рука. Само интересного. Да, для того. Поближе можно? Да, давайте поближе сюда, за стол. Итак, первое, вот как только человек взял в руку этот электрод, первое, на что мы можем посмотреть, вопрос другой. Вопрос не в том, что у кого их нет, вопрос в том, что выявить реальную проблему, а второе, провести теперь, вот мы провели диагностику, и что дальше теперь? Что делал с этим тренером? А теперь нужно проводить же коррекцию, нужно разрядить у него вот там, чтобы он нашел причину, почему у него проблема эта. Может быть, она у него... Ведь у нас часто бывает как? Он не знает, что ли? Какая причина? Может быть, он знает. Ну, а почему мозг его фонит? Почему он дает эту негативную реакцию? Само-то и другая. Может быть, другая проблема. Вот здесь уже нужно начинать искать. Тут нужно проводить уже коррекцию. Потому что очень часто, ну да, выявили, а что дальше с этим делать? Ну, пришел психолог, да, выявил проблемы. Что с этим делать, вопрос всегда. У нас был случай, вот гребли, да, на БДР Каноя. Чемпион мира, реально, приходит тренер, говорит, слушайте, что-то с ним какие-то странные вещи. Он боится на воду выйти. Это реально было. Начинаем диагностику проводить, я ему говорю, расскажи, что было на прошлой тренировке. Он говорит, ну вот то-то, то-то рассказывает, а там, оказывается, порт недалеко. И корабль пристал. Ну, пристань не встал, да. Он говорит, ну вот корабль там появился. Потом, говорит, девочка там упала, унырнулась. Вода, говорит, холодная была. И на всех этих трех моментах кораблях, вода холодная, девочка перевернулась, показания очень большие были. Дальше я ему коррекцию начал делать. Я говорю, ну там способ ассоциативный такой, да, мышления. А представь, что-нибудь, что тебе первое в голову придет, где корабль есть, холодная вода и девочка в воде. А он начал про Титаник мне что-то рассказывать там, как люди тонут. Показаний очень много было. Вот про эту тему поговорили, поговорили. А говорили до момента, пока у него показания синусоида. Вот эта позитивная реакция началась. Ну, 45 минут потратили на это. Спортсмен встал, нет страха. Все нормально. А как найти вот эти вот кораблики, да, вода холодная, как это узнать все? Без вот этого градусника, который мы вам демонстрируем, это очень сложно найти. Вообще это реально видно, без градуса. Да, конечно, когда тренер работает уже там не один десяток лет, да, у него глаз набит. Я согласен. Но здесь, знаете, как вот... Скажите, пожалуйста, а сам, например, может приобрететь, например, вашу программу, вы его, как-то там, все-все сделали, корректировать себе? Может, да. Может? Может. Может. Насчет того, что тренер, да, может тренер определять, но вопрос всегда касательно, насколько он профессионал должен быть, и потом, насколько ему нужно времени на это много потратить. А здесь у нас есть градусник, дал, сразу увидел. Меньше тратишь энергии, меньше тратишь времени, и, в общем-то, это может сделать любой, и начинающий тренер, да, и уже тренер, который с опытом, и спортсмен в том числе. То есть, пришел, проверил, дал ему задание, он пришел, ты еще раз проверил, ага, плохо сделал, еще иди работай дальше. Интернатор, сколько такой прибор стоит? Примыкания не будет к этой, да, и к этому вопросу. В обычной жизни, если реально, у нас так, есть спортсмены, которые достигают своего результата и забывают об этом, вот, есть спортсмены, которые покупают это оборудование, обучают своих жен, и жены им делают эту коррекцию, есть такие спортсмены, вот, есть спортсмены, это нормально, это нормально, потому что, либо я буду ему за деньги делать, либо жена бесплатна. Нет, ну, это не деньгата, потому что он какой-то, как наркоман. Наркоман... Привыкать к этой коррекции, он будет стоять. И сам не сможет побороться с этим, и вы стоите. Вот вопрос, когда у вас возникает простуда, вы сами с ней боретесь, с ангиной, с гриппом, или вы к ворщу идете? Вот, вот этот вопрос, вы же знаете. А если у вас что-то там внутри болит, а вы с этим что-то делаете, делаете, оно не проходит. Это глобально, если вы... А если у вас спорт высших достижений, да, и любые доли секунды, любые, это отразится на результат. Вы как, вы пойдете все-таки к специалисту, либо сами будете? Ну, вот, привыкание, ну, как я могу сказать привыкание? У вас вид спорта, это же серьезное. У нас так, пришел, назвал проблему, я вот хочу поработать, а вот давайте посмотрим, а у него там вот это синусоиды. Мы говорим, а ничего нет, все хорошо, иди гуляй. Нечего здесь нам сидеть и время терять. Иди тренируйся. Поэтому мы же не за то, чтобы спортсмен стал полностью зависим от психолога, мы за то, чтобы у тренера был инструментарий, который дает ему объективные показатели психической деятельности спортсмена. Вот за что мы. А не за то, чтобы кто-то был еще, да, кто сидит на шее у тренера. Да, берите прибор обучим, делайте, вы делайте, пускай делает вас спортсмен. Нам-то это. Нет, скажите, тут, в общем-то, ну, не знаю, может быть, люди задали, я-то понял так, как вопрос было сказано, что не получится так, что, образно говоря, во время соревнований, во время соревнований, когда не окажутся рядом того же психолога, еще что-то, и надо будет. Я фехтовал, очень скоротечный бой, да? И когда надо самому себя скорректировать, чтобы построить свой бой, я себя подпускаю тренера по правилам соревнований, не подпускаю дорожки. Тебя надо самому скорректировать, вот программу переставлять. А вот без этой штучки, без этого, я уже не способен это сделать, получается. Нет, способен. Вы скорректируете, вы еще кто-то. Нет. Как мне самому? Основная задача состоит... Исправляться с этим самостоятельно. Вот это основная задача. Иначе, ну как... Программа переставлять здесь что-то, вот сейчас, на эту программу, а вот через секунду у нас другая я уже должен перейти. Что там экспериментирует? Да, я тренируюсь. Как построить ваш прибор, чтобы его обмануть? А в этом смысл, что ли, чтобы его обмануть? Нет. Понять, как он работает? Ну, это принцип почти, что детектора лжи, но только есть еще дополнительное устройство, не устройство, а логика заложена, что можно корректировать вот эти слабые звенья психофункционального состояния человека. Мало того, что мы диагностируем и уточняем, дифференцируем, правда-неправда, а дальше самое главное, несение коррекции, именно адресно, именно в ту точку, которая является как раз вот самым слабым звеном, димитирует фактически деятельность человека. Понимаете, вот в этом как раз изюминка. Нужно добавить, что таких приборов промышленность наша не выпускает. Ну, мы авторы разработки, патенты наши, это вот у нас с супругой. Мы, товарищ производственник, мы же... Я хочу примерку. Спасибо. Мы с тобой работаем очень долго, уже 15 лет. Пока там разговаривать. Я хочу сказать, что это у нас вот на сайте, который у нас там есть. Сейчас я его вам еще раз. Это как технология, которая помогает, она сокращает время тебе научиться самому со своими состояниями неисправиться. Ты можешь это за два года, а можешь за полгода. Вот еще один момент, ну, из практики опять же. У нас на Олимпиаде спортсмен. Он нам просто смс-ками описывает свое состояние. Мы ему говорим, вот это сделай. Он делает, в результате серебро. Мы к тому говорим, что вот изначально, чтобы при помощи каких-то методик, да, и оборудования, развить в нем навык отслеживания таких состояний, да, реакций, да, стимулов и реакций. Вот это очень важно, понимаете, да, чтобы он знал, что, а, у меня вот на этот стимул вот такая реакция. Ага. Либо стимул убрать, да, либо с реакцией что-то делать. А что с реакцией можно делать? Можно ее как-то убрать. А можно, да, ее подавить. А можно ее отодвинуть. Он знает вот эти, да, вот что делать с этой реакцией. Если у него времени мало, он применяет там что-то, да, ее давит и все. И выполняет. Если время есть сколько-то, значит он ее как-то там разряжает. То есть это уже, это же обучение спортсмена. Иначе, да. И опять же, а прибор это просто... Саморегуляция. Обучение, самое главное, саморегуляция. То есть он обучается грамотно, адекватно реагировать на все вот эти раздражители, которые в практике встречаются. Но он уже заранее... Как его обучили, короче говоря, как подготовили? Да. Я обучаю славу и звено в системе подготовки спортсменов. У нас именно психологическая подготовка спортсменов. Потому что нас плохо учили психологией. С нами работали люди, которые не отвечали требования практического психолога. И поэтому много проблем. Я помню еще... Идет отборочный турнир. Одному из спортсменов, когда на ринге выходят, боксер дает вымпел. И так хитренько улыбается. А наш не понимает, взять, не взять. А в чем проблема-то оказывается? А парень верит во всевозможные заговоры, наговоры, там еще... Он верит в то, что там можно что-то заговорить, там еще... И он об этом писал в Фейсбуке, там еще... Его просто украинцы проанализировали, увидели его страхи, а потом дали человеку и говорят... А ты ему вот так вот дай, дай так вот, с такой улыбочкой хитрой, на, возьми. А он на ринге, он не может не взять, вроде как неприлично, да, тебе же... А взять, а вдруг он заговоренный какой-то... И вот это он, он стоит такой, проанграв. Поэтому очень аккуратно информация, о чем они пишут эти спортсмены. Потому что сейчас хорошие команды, они обладают специалистами, которые анализируют информацию в интернете о спортсмене. Что этот спортсмен пишет, куда он заходит, чем он интересуется. Потому что на основе этого можно вот как написать записочку, вот. А можно просто в интернете раздуть, да, некую историю придумать и распустить везде. И как раз перед ответственными соревнованиями. И тогда как этот спортсмен будет у вас наступать? У него все внимание будет на той проблеме, а не на соревнованиях. Так, пожалуйста, коллеги, есть еще какие-то вопросы, пожелания? Пожелания, если вы добьетесь, очень хорошо было бы, чтобы он всех был и каждый жил. Ну вот будем опираться на вашу поддержку. Спасибо вам большое, дорогие. Спасибо вам, что вы слушали и задавали вопросы. До свидания.